Всем огромный привет! С вами Луна. Очень рада вас видеть на своем канале. Мы на кухне. Здесь вечером очень желтый свет и я тоже супер желтая, но так как мы все дома, особо снимать мне негде. Кухня более или менее спокойное место, поэтому решила начать влог. Так, у меня блестит тут все. В общем, сидим мы дома, продолжаем. Сейчас с детьми вернулись с улицы. Мы здесь немножко гуляем возле дома, где степь, где нет людей. Можно немножко подышать и при этом не контактировать с людьми. Периодически мне поступают запросы о том, чтобы я показала, что я ношу, новинки моего гардероба и так далее. Но я довольно-таки редко в последнее время обновляю свой гардероб. И в основном стараюсь все вам показывать во влогах, поэтому не исключение будет этот влог. Я вам сейчас покажу, что я приобрела. Обязательно, если вам это интересно, ставьте лайки. Вот. И начнем. Итак, значит. На Wildberries были отличные скидки. Я решила немножко прибарахлиться. И вот это часть того, что мне успело дойти. Это, можно сказать, я заказывала еще, когда было у нас прохладно. Но у нас резко наступило практически лето. Плюс 20, плюс 25. И, скажем так, вот это уже не очень актуально. Но скоро будут летние вещи. Первое, что я взяла, это новенькие спортивные штанишки с надписью такой Honey. Я уже много раз рассказывала, что спортивную одежду, вот а-ля худи, свитшоты, спортивные штанишки такие, я всегда беру в твое. Это выгодно по цене, это удобно, мне нравятся их модели. Вот. В этот раз это какая-то вот у них новая линейка. Во-первых, они с утеплением. Ну, как бы, знаете, штанишки с утеплением мне больше нужны, наверное, спортивные, чем тонкие. Потому что, ну, тонкие у меня, наверное, двое есть. Когда совсем жарко, я предпочитаю без штанов спортивных ходить. А вот на осень, весну мне нравится носить такие утепленные штанишки. И вот эти как раз утепленные. Моделька такая вот у них и внизу резиночка, и здесь резиночка. Таких у меня еще не было на резинке. В основном все такие с утяжкой идут. Эти вот какая-то вот такая вот новая какая-то модель. Интересная. И они как бы немного укороченные идут. То есть по косточку на лодыжке. Вот. Мне понравились штанишки. Стоили вообще недорого. И я стараюсь каждый сезон, ну, обновлять спортивные штаны. Потому что они изнашиваются. Что тут греха таить? Конечно же, они изнашиваются. Вот. Это недорого. Потом кеды. Кеды тоже я решила взять оттвое. Я полюбила кеды. Знаете, одно время я была фанатом только кроссовок. Сейчас понравились мне кеды тоже. У меня есть а-ля такой классический вариант. Такие тряпичные. Прям такие розовенькие. Со шнуровкой обычные. Наверное, вы их у меня видели где-то в видео. Это же модель более для меня практичная. В том плане, что их можно носить в любую погоду. Видите, они не тряпочные. У нас частенько дождливо бывает. Поэтому мне нужны были такие кеды на любую погоду. Чтобы в них было, ну, скажем так, не очень жарко. Ну, конечно, в жару их носить некомфортно будет. Но, скажем так, на летний вечер, на теплую осень нормально. И эта модель, она такая, знаете, довольно классическая. Подойдет не только под какой-то спортивный стиль. Не только под джинсы, джеггинсы. Но и, я думаю, под какие-то платьицы, сарафаны. Вполне так носибельно. И, честно говоря, мне они понравились. Комфортные. Такие мягкие. Удобненькие. Я, конечно, в них еще не ходила. Но очень-очень такие неплохие. У них там разные есть расцветки. Я взяла с красной. Были еще розовые, зеленые, желтые. В общем, посмотрите, кому нравится. Тоже, опять-таки, скидка на них была очень и очень хорошей. Ну, давайте примерно цену озвучу. Штаны стоили 2800 тенге. Кеды стоили 2700 тенге. Да, у меня 38 размер. И, в общем и целом, это отлично. Я давно себе не брала по такой цене обувь. Так, теперь пижама. Естественно, пижамы я тоже. Пижамы, сорочки ночные тоже беру в твое. Почему? Естественно, потому что чаще всего в твое такие вещи хлопковые. То есть, синтетики в них мало. Да, они, опять-таки, тоже быстро изнашиваются. Они растягиваются. Но они очень комфортные для сна. Для меня это важно. Я решила взять вот раз вот такую интересную пижамку. То есть, тут шорты. Такие вот шортики. Очень мягкие. Очень. Такие кружевные. И топик. Тоже как бы топик. Очень мягкий, нежный. С мягким кружевом. И вот с такими лямочками. У меня размер... Вообще, я ношу М. Но пижамку взяла Л. И не прогадала. Потому что, ну, так она как-то более комфортно, свободно на мне сидит. И очень-очень приятно. Так я, в общем, в твое всякие, всякие люблю домашние вещи. Поэтому вот решила попробовать. Тоже пижама стоила 1700. Со скидкой. Так. Теперь давайте перейдем немножко к детским вещам. Кому это интересно. Футболки детям всегда нужны. В преддверии летнего сезона. Вот Ромке я взяла такую серенькую динозавр. Тоже что-то она стоила 1400 вроде. Не знаю даже, что это за фирма. Вот. Серая, если честно, самая носибельная для деток. Ну, и Карлиня, она у нас уже такая деловая девочка. Вот. Make your dreams happy. С красивой такой девушкой. Тоже. Опять-таки сейчас дети. Ну, молодежь, подростки любят оверсайз. И, в общем, эта футболочка такая немного оверсайз. Тоже стоила примерно столько же, сколько и Ромкина. Давайте то, что тут осталось. Книга. Робин Шарма. Кто заплачет, когда ты умрешь. Это у меня муж. Очень любит этого автора. И собирает, скажем так, его коллекцию книг. Вот этой книги у нас еще не было. Вот такая вот она хорошо запечатанная. Со скидкой я ее взяла на Вайлберисе за 800 тенге. Вот. Чаек. Ахмат. В этот раз я взяла с Ройбушем. Я вам показывала с Ромашкой. Который я заказывала в магазине. У нас здесь в магазине. А этот я заказала на Вайлберисе. Он вышел дешевле на Вайлберисе. В общем, Ромашка, если честно, девочки, вот не очень мне нравится. Вот муж у меня любит пить Ромашку. А я как-то не очень. Я надеюсь, что Ройбуш мне зайдет лучше. Это тоже как бы серия травяных чаев. По идее, в них нет, я надеюсь, что нет никаких кофеина. Нет, Танина. Но я еще погуглю, конечно, это. Потому что, опять-таки, я пью железо. И мне хотелось бы, чтобы оно усваивалось полностью. Чтобы такие вот чай и кофе не мешали, в общем, усваиваться. В общем, буду пить. И помню, что вы мне советовали, девочки, чем заменить мед при приготовлении гранолы. И я решила попробовать сироп из фиников. Он как бы и сладенький, и более полезный, вроде как, чем мед. В принципе, здесь довольно натуральный состав. Мне понравилась очень фирма Вкусвилл. Вареницем мы уже слопали из имбиря, лимона и сливы. Очень нам понравилось. Я этой же фирмой решила взять финиковый сироп. Планирую вот его добавлять в гранолу и, ну, заменять сахар, скажем так. Куда-то, может быть, в чаек иногда или в кашу. Вот, будем пробовать заменять сахар такими сиропами. Ну что, давайте разберем мою посылочку с Айхи Руб. Я ее заказывала уже, скажем так, когда начался карантин. Но посылка дошла очень быстро, наверное. Ну, как очень быстро, дней за 12, наверное, примерно. Вот, так что, слава Богу, что витаминчики доходят. Единственное, что, конечно, в наличии было далеко не все, что мне было нужно. Но все-таки большую часть я смогла заказать. Здесь у меня нет витамина С, к сожалению. Потому что, как вы знаете, на Айхерби его смели весь. Остался только дорогой очень. И остался тот, который не очень хорошо усваивается. Естественно, я такой решила не брать. Сейчас покажу, что у нас здесь есть. В общем, Ромка пришел помогать. В общем, я думала, что закажу уже другие витамины этой же фирмы. Ну, типа, знаете, там, мультивитамины или что-то в этом роде. Мы их раньше тоже пили. Но так как началась, да, вот эта вот пандемия, я решила, что все-таки целесообразно взять еще раз баночку с витамином С. И потом уже, ну, если будут доставлять, то возьму уже другие витаминки. Почему я говорю, будут ли доставлять? Потому что, когда теплеет, когда становится жарко, в общем, такие вот добавки с желейками перестают доставлять, так как они портятся при транспортировке. Поэтому, не знаю, может, до осени это и будет последняя баночка. Потом уже осенью буду брать какие-то другие. Теперь посмотрим, что я заказала. Каролине – это мультивитамины Флинстоун с железом. В общем, здесь 60 жевательных таблеток. Это уже не желейные, а обычные такие вот жевательные. Не знаю, какие они на вкус. Первый раз мы их берем. Тут, в принципе, довольно-таки много витаминов. Давайте посмотрим, что здесь. Здесь у нас, значит, витамин А, витамин С, витамин Д, витамин Е. Ну и вот, в принципе, железо тоже есть. И еще какие-то другие витаминки. Стоили они вполне себе недорого. Будем принимать, посмотрим. К сожалению, мы не успели с Каролиной сдать, я хотела, чтобы она тоже сдала анализ крови на ферритин. Хотела проверить у нее тоже уровень, скажем так, гемоглобина и железо в крови. Ну вот, как бы начался карантин, мы сейчас не рискуем, никуда не выходим. Но обязательно, обязательно сдадим анализы и все проверим. В принципе, я не думаю, что даже без анализа какой-то будет, ну, вред от этих витаминок. Вот, так что потом расскажу, как они. Это вот деткам. Так, что тут у нас еще? Давайте дальше. Это я взяла... Масло! Это я взяла паударка или кора муравьиного дерева. Если я все правильно говорю. Довольно-таки большая упаковочка. Сколько тут штук, даже я не знаю. Но это я взяла принимать в основном себе и мужу. Решила я, в общем, почистить свой организм. Очень хвалили конкретно вот это средство, муравьиное дерево. Также оно поднимает иммунитет, помогает бороться со всякими вирусными заболеваниями, что тоже сейчас очень актуально. Его тоже, кстати, разобрали на их... Последняя фирма, которая вообще оставалась на сайте, я ее и взяла. Вот, так что будем принимать. Посмотрим вообще, как она будет на нас действовать. Но, если интересно, обязательно погуглите, что это за средство такое, паударка. Детям я взяла вот такой вот экстракт, паударка, жидкий, в капельках. В общем, тоже будем пробовать. Так, едем дальше. Что у нас тут? Это железо, Gentle Iron. Такое, ну, скажем, деликатное железо. Фирма Nature's Bounty. Хвалили вроде как его. Тут Рома хочет вам показать также свою зубную пасту, которую мы постоянно заказываем. Ну, я думаю, это не новость. Рома чистит у меня зубы только этой зубной пастой. Нам нравится. Вот, так вот, к железу. Именно его хвалили. Я изучала этот вопрос. Здесь, видите, вместе с железом еще идет витамин С, витамин В12 и фалат. Это чтобы железо, собственно говоря, хорошо у вас усваивалось. То есть, когда вы принимаете это железо, не надо дополнительно пить витамин С или что-то еще. Это очень удобно. И также вот этот комплекс, по-моему, самый популярный комплекс железа на Херп, и не только у нас здесь в Нур-Султане, в Астане. Его тоже продают и врачи выписывают. Это Хемоплекс, фирма Нейчерс Плюс. Здесь тоже, кроме железа, содержится очень-очень много всего. Вот, посмотрите. И витамин С, и витамин Е, и тиамин, и рибофлавин, и цинк, и магний, и все-все на свете. Только чтобы ваше железо усвоилось. Вот. Так что я буду, думаю, сначала принимать этот комплекс, а потом уже вот предыдущий, который я вам показывала. Так. Еще я заказала себе перуанскую маку от фирмы California Gold Nutrition. Я люблю, в принципе, эту фирму. Вот эту California Gold Nutrition. Обожаю и California, и Now. Это, по-моему, две фирмы, которые заказывают чаще всего. Вот. Здесь, значит, она в дозировке 500 мг, и здесь 90 капсул. Но я ее пью по одной в день, поэтому мне ее хватит надолго. Я допила свою радиолу розовую, которую я вам показывала. Теперь буду пить маку. Мака – это природный адаптоген. Также хорошо очень и для иммунитета. Ну, в общем, поизучайте этот вопрос в интернете. Очень-очень много сейчас информации на эту тему. Пью я маку уже не первый раз, и очень довольна эффектом. Так, теперь что у нас тут? Тут у нас витамин К2. К2 я беру, чтобы пить вместе с витамином D. Ну, как бы, я не врач, но, насколько я знаю, насколько я изучала информацию, что витамин D, особенно в довольно больших дозировках, от 5000 и выше, нужно принимать с витамином К2, чтобы, в общем, не было у вас нагрузки на почки, чтобы, не дай бог, не было никаких камней в почках, чтобы все хорошо усваивалось. Поэтому принимаем витамин К2 вместе с витамином D. Вот, Ромаша тут еще достал нам что? Мелатонин. Мелатонин тоже мы в этот раз взяли фирмы Nature's Way, потому что другого не было. Это витамин, это мелатонин, который нужно рассасывать. В принципе, его можно, как бы, есть мелатонин в том виде, когда можно просто выпить таблеточку, но тут надо именно рассасывать. Так, это у меня в дозировке, по-моему, 2,5 мг, если я не ошибаюсь, что-то я где-то эту информацию не вижу на упаковке, но когда я выбирала, я видела. Да, 2,5 мг. Ну, мы как бы эту дозировку уже опытным путем вычислили с мужем, что она больше всего нам подходит. Да, я надеюсь, вы знаете, что мелатонин – это для хорошего качественного сна. Вот он наш витамин D, в дозировке 5000. Переходим мы на дозировку 5000. Как нам и рекомендовал врач. Мы, значит, пропили курс в 10 тысяч, теперь будем принимать курсом в 5000. Детям я отдельно витамин D не брала в этот раз, потому что у них есть он в их, в общем, вот в этих витаминках. А мы будем пить отдельно. Так, астаксантин. Не знаю, слышали ли вы про эту добавку или нет, но, в общем, я не врач, конечно, и вообще сложно мне такие вещи объяснять, вот так вот без подготовки. Астаксантин – это такая добавка для, скажем так, хорошего зрения. Не только, конечно, для зрения, но на зрение очень влияет конкретно вот это вещество астаксантин. Вот, ну, опять-таки, если интересно, девочки, обязательно погуглите, почитайте, что такое астаксантин, особенно на iHerb можете почитать. Я просто, когда наткнулась, очень-очень хвалили его в том плане, что улучшает именно резкость зрения, фокусировку, что ли, даже не знаю, как правильно сказать. То есть мне он реально помогает, я уже не первый курс его пропиваю. Еще что очень хорошо – глазки перестают сохнуть, особенно вот сейчас, когда мы все сидим за компьютерами, за планшетами, за телефонами, по работе, по учебе и так далее. Я, когда пью этот астаксантин, я перестаю вообще какими-либо каплями для глаз пользоваться. То есть глазки всегда увлажнены, глазки не красные. И, ну, вот хотите верьте, хотите нет, но мои глаза начинают видеть лучше. У меня, в принципе, со зрением сейчас проблем нет, но у меня правый глаз видит хуже, чем левый. Это, ну, как бы было и до коррекции зрения, и после коррекции. И, в общем, естественно, зрение на нем, ну, немного ухудшается. Ухудшается со временем, поэтому вот стараюсь как-то помогать. В общем, вот такое вот средство астаксантин для хорошего зрения. Тоже фирма California Gold Nutrition. Так, что там Рома нам хотел показать? Рома нам хотел показать Liquid Chlorophyll. Это жидкий хлорофилл от фирмы Naum. Видите, написано, что Internal Deodizer. Ну, типа, как бы, внутренний дезодорант, что ли. Опять-таки, тоже буду его принимать для детокса, для очистки организма. Жидкий хлорофилл – это как бы жидкий кислород. Хлорофилл – это то самое средство, которое содержится в зеленых листочках, да, в растениях. Вот. Опять-таки, много-много про него есть информации. В общем, я взяла его пить в комплексе с муравьиным деревом. Его нужно всего лишь чайная ложечка на стакан воды. С утра вы выпиваете. По-моему, натощак, если я не ошибаюсь. И тут 473 мл довольно-таки выгодно. Вот. Будем очищать организм. Так. Еще у меня тут магний и кальций. Это я буду принимать уже, судя по всему, отдельно, когда пропью свое железо, потому что там тоже есть магний. И, по-моему, кальций тоже где-то содержится. Здесь у нас также, видите, есть витамин D3, кальций. И, да, в виде кальция-цитрата. И магний в виде, ведь и магний-глицинат, и магний-цитрат. Вот. И что еще? И цинк еще есть. В общем, очень такой неплохой комплекс. Нашему организму всегда нужны магний и цинк. Ну, и кальций, в принципе, по необходимости. Но магний и цинк точно нужно всегда. Вот. Я ни разу не пила ни магний, ни цинк. Кальций я пропивала, но пропивала без всяких добавок. Вот. Теперь буду вот в комплексе пить отдельно от всего. Так. Что там еще у нас ромашка показывает? Это уже все. Это уже последнее. Это я заказала Каролине лютеин с лютемаксом каким-то. Это тоже для зрения Каролине. Я вам рассказывала, что сейчас есть у нас такая проблемка с нагрузкой на глаза. Зрение портится. Так. Что-то у нас в составе лютеин и зипоксантин тоже. Видите, есть. Так что это будет пить у нас Каролина. Вот такой вот заказик. Довольно-таки много. Мы вот редко заказываем таким объемом. Но тут нам как бы все это очень-очень надо было. Сразу повторюсь. Я не буду принимать все сразу и вместе. Я буду принимать по отдельности. Ну, как бы можно какие-то витамины принимать одновременно. Но всегда надо смотреть, что в составе. Как вообще те или иные витамины, добавки, минералы друг с другом сочетаются или нет. Это всегда надо изучать. Не забывайте это. Так что я буду обязательно следить, чтобы те или иные минералы, витамины, какие-то активные добавки хорошо друг с другом взаимодействовали и никак друг другу не мешали усваиваться. Вот. Если есть какие-то у вас вопросы, обязательно пишите. Пользуйтесь моим кодом на скидку. Он всегда есть под каждым видео. Огромное вам спасибо, кто это делает. Огромное-огромное низкий мой вам поклон. Мне это очень помогает при моих заказах. Вот. И давайте я, наверное, буду оставлять ссылочки под видео на товары, которые есть у меня в заказе. Как только я вам буду что-то показывать в видео, всегда ссылочки на тот или иной товар вы будете находить под моим видео. И сможете почитать, посмотреть, повыбирать и, может быть, заказать. Продолжение следует...